Анастасия Астафьева Карточки Алёша! Алёша, я должна перед тобой покаяться! Сбивчиво и задышливо проговорила Нина Петровна. Седой грузный Алёша, Алексей Иванович, присел на краешек дивана, на котором лежала мать. Он тихонечко взял ее высохшую невесомую руку в свою большую ладонь и погладил. «Ну что ты, мама, в чем тебе кается? Ты у меня святая». «Святая», — глухо повторила за ним Нина Петровна. «Ты так всю жизнь обо мне и думаешь, а я вовсе не святая!» — выкрикнула она вдруг скрипуче. «И ты должен выслушать меня, потому что мне совсем немного осталось». Алексей Иванович почувствовал, как забилась в нервной дрожжи ее рука, которую он все еще нежно поглаживал. Увидел, как лихорадочно заблестели давно мутные глаза матери. «Тихо, тихо, мама, успокойся!» «Исповедуются попу, а я...» «Я, наверное, не готов знать о тебе что-то такое. Хочется, чтобы ты для меня осталась той, какой я всегда знал, добрая, заботливая, веселая. Что ты там такого могла совершить? Никогда не поверю». «Ты не понимаешь», — мать отвернула лицо к стене. «Хотя, может быть, тебе и в самом деле знать не нужно. Это ведь было мое решение и грех мой. А теперь я вроде как тебе его хочу передать. «Ладно, Алеша, иди, я посплю. Давай я отцу Валерию позвоню, чтобы пришел утром, соборовал тебя», — осторожно предложил сын. «Как хочешь», — равнодушно махнул на него рукой мать и затихло. Алексей Иванович погасил верхний свет, оставив гореть ночник, и вышел из комнаты. Дверь он прикрыл неплотно, и Нина Петровна слышала, как сын звонил приходскому священнику, договаривался о посещении умирающей. Нине Петровне шел 91-й год. Она, по счастью, дожила до столь преклонных лет в полном уме и здравии, возможном для глубокой старухи. Но в последнее время особенно заметно стало слабеть, таять, и вот уже около месяца как слегла. Все понимали, Нина Петровна уже не встанет. Сыну Алешу было 70. Ухаживать за лежачей больной ему было непросто. Помогала внучка. Но Алексей Иванович трепетно относился к матери. Подолгу сидел рядом, разговаривал, читал слух, приносил попить, кормил кашей, следил за приемом лекарств. Помощь внучке требовалась только, когда Нину Петровну необходимо было вымыть, переодеть, перестелить ей постель. Тогда они вдвоем, не слишком ловко, ворочали костяное тело старухи, и та, постановая, видела, как Алеша морщится, и думала, что он брезгует ее дряхлостью, старческими запахами. Но Алексей Иванович страдал вовсе не от этого. Он старался не заплакать, видя немощность матери, и потому морщил нос и громко отфыркивался от щекочущих перенос сублизких слез. Оставшаяся одна Нина Петровна иногда откидывала одеяло, смотрела на скрытые подсорочкой своей дряхлой мощи, на иссохшие ноги с крупными разбитыми коленными суставами и несоразмерно длинными ступнями с искривленными пальцами. Подносила к лицу руки с истанчившейся до прозрачности кожей, подолгу рассматривала их изуродованной работой с потрескавшимися ногтями, словно не узнавая. И навязчиво думала, что вот точно такой желто-серой, высохшей почти трупом, она была тогда. 67 лет назад. Нина разлепила спекшиеся гноем веки и долго лежала без движения в глухой холодной темноте, вспоминая, кто она, где и зачем, почему придавлена чем-то одновременно тяжелым и мягким, похожим на сугроб, и отчего никаких звуков вокруг не слышно, кроме навязчивого и ровно тикающего механизма будильника. Вспомнив, она сразу же двинула рукой вправо, к стене, боязливо нащупала маленькую ножку в валенке и шерстяном чулке. Рука поднялась выше, проползла по свалявшемуся меху кроличьей шубейке и скорее к голове, к лицу ребенка. Теплый. Нина выползла из-под тяжести матраса и нескольких одеял, накрывавших их с Алешей, оставляя нору, в которой продолжал спать сын. Оправила на себе одежду, перевязала платок. Сквозь щели заколоченного, чем ни попадя окна, проникал дневной свет. Нина медленно подошла к нему, нащупала острый гвоздик в нижнем левом углу рамы, осторожно открепила кончик скатерти и, приподняв его, зажмурилась, отрезив глазах. Минуту, а то и дольше, привыкала к свету. А когда привыкла, равнодушно оглядела скупо освещенную комнату. Все здесь было по-прежнему. Голые стены, с которых содраны даже обои, грязный неровный пол с островками несожженного буржуйки паркета, остатки разломанного на дрова шифонера в углу, остывшая железная печка. Рядом с ней два деревянных ящика. Повезло раздобыть, но сжечь их Нина не торопилась. Они служили стулом и столом. Тут же на полу стояло гнутое ведро, на дне которого замерзли остатки воды, не больше трети. На одном из ящиков теснились две алюминиевой кружки. Такая же миска, эмалированный ковш, оплавившаяся свеча в консервной банке. Еще повсюду были разбросаны книги. Нина постепенно жгла их в буржуйке, но жалела больше паркета и мебели и старалась, по крайней мере, прочитывать, прежде чем кинуть в огонь. И все равно каждый раз внутри ее изголодавшегося тела что-то больно сжималось, будто не страницы книги съедало пламя, а кусочек ее собственной плоти. Нина снова подошла к норе, устроенной на железной кровати, приоткрыла уголочек одеяла над лицом Алеши. Трехлетний мальчик уже не спал. Он тихо лежал и смотрел остановившимся взглядом куда-то сквозь потолок. Нина провела ладонью по его худенькому личику. Позвала. Алеша перевел взгляд на мать, но остался таким же безучастным. «Сыночек!» «Сынок!» снова позвала его Нина. Голос ее был хриплым, натреснутым. «Вставай, сынок! Маме нужно за хлебом!» Алеша зашевелился. Она скатала камкастый матрас, отодвинула его к спинке кровати, помогла мальчику выбраться. Усадила, подоткнула вокруг одеяла. Ребенок обессильно прикрыл веки, но мать растормошила его. «Потерпи, не спи! Я скоро хлебушка принесу!» «Хлебушка!» едва слышно произнесли бескромные губы мальчика. Нина положила руку на лед в ведре и влажной ладонью обмыла лицо Алеши, протерла ему глаза. Подняла с пола упавшего плюшевого мишку и дала сыну. «Ждите вместе, и вам будет не страшно!» Можно было бы затопить печку, отколоть льда, растопить его в алюминиевой кружке и дать ребенку горячего кипятка, но Нина боялась опоздать за хлебом. Долго они сегодня проспали. Она взяла с подоконника большой вышитый мелкими цветочками кошелек, раскрыла его, удостоверилась, что карточки на хлеб на месте и вышла из комнаты. Нина слышала, как Алеша вслед ей тихонечко захныкал, но возвращаться не стала. Он всегда так провожал ее, и задержись она, пожалея его, ничего бы не изменилось. Всякий раз, когда мать покидала комнату, хоть на минуту, хоть на полдня, ребенок страдал. Он уже давно не плакал полноценно, его истощенный организм не мог тратить силы на слезы, только хныкал вот так, хрепловато, тоненько. А раньше, в мирное и сытое время, до блокады, Алеша умел рыдать громко, продолжительно. И тогда по розовым щечкам его текли круглые, с крупный горох соленые капли. Очень соленые. Нина помнила их вкус, потому что всегда утешала сына поцелуями, смешанными со счастливым материнским смехом. А потом они обнимались, просили друг у друга прощения. Алеша всхлипывал, слезы высыхали, и все были счастливы. Нина прошла темным коридором, по привычке протягивая впереди себя руки. Вот пальцы уперлись во входную дверь. Она была не заперта и легко распахнулась. На занесенных снегом личных площадках завывал ветер. В пустые оконные проемы видны были развалины соседнего дома. Нина осторожно спускалась по обледенелым ступеням, крепко держась за пронзительно холодные металлические перила, с которых давно кем-то был снят деревянный поручень. Его, как и разломанные оконные рамы и разбитые двери парадные, сожгли в буржуйках немногочисленные соседи. Ей тоже иногда удавалось притащить домой обломки досок с развалин, а однажды она даже принесла куски выкрашенной золотой краской рамы для картины. Алеша заинтересованно разглядывал их, водил пальчиком по резьбе и не хотел, чтобы мама кидала такую красоту в прожорливый огонь печки. Немногочисленные соседи. Нина точно знала, что в их парадной остались несколько семей. На втором этаже, на четвертом и они с Алешей и соседкой тети Тася на пятом. Они не успели эвакуироваться. Поначалу просто никто не верил, что, возможно, блокада. Потом разные слухи ходили, что не стоит торопиться, что выезжать не менее опасно, чем оставаться. Машины, эшелоны бомбят, что кормить эвакуированных тоже нечем, и люди умирают на пересылках в дороге, что блокаду скоро порвут. Нина не знала, кого слушать. Писала мужу на фронт, советовалась, но пока ждала ответа, от него бежать стало поздно. Наступил октябрь, потом ноябрь, голод, морозы. И вот декабрь 1941 года. Все запасы давно проеденные, хлеба по карточкам выдают минимум. У Саниных, что на втором, отец еще летом ушел в ополчение и пропал без вести. В октябре у них умерла младшая девочка, потом дед. Через месяц старшая дочка. Остались мать и бабка. Но и их Нина не видела в очереди за хлебом уже несколько дней. На четвертом этаже одна из двух оставшихся семей вымерла полностью, а в другой мать и сын подросток Кирилловы, похоронив своих стариков, пошли работать на завод. Получают рабочий паек, домой почти не приходят. Спят прямо у станка. Соседка тетя Тася умерла в конце октября. Писем от мужа нет. Сын в последние дни слаб и ко всему равнодушен. Нина слышала и видела у других, что вот такая безучастность, полная апатия, это последнее состояние человека перед смертью. Алеша может умереть. И вот она бредет по улице навстречу сбивающему с ног ветру и думает об этом ровно и спокойно. Неужели она плохая мать? Чудовище, которое не трогает даже голодный плач ребенка. Но что еще можно сделать? Она варила суп из обоев, пока хоть что-то оставалось на стенах. Это замечательно, что поклеены те были на мучной клейстер. Она порезала на мелкие кусочки свои кожные босоножки и размачивала, вываривала их в кипятке. Они с Алешей подолгу сосали эти кусочки и потом обоих тошнило. Они грызли угольки из печки. Она пробовала заваривать опилки, как чай. Алеша ест землю из цветочных горшков. А Нина думает, нельзя ли сварить похлебку из олифы. Нашла полбутылки в комнате тети Таси. Неделю назад встретились у парадной с матерью Кирилловых. И та обещала поговорить, чтобы ее взяли на завод. Но Нина понимала, что и сама уже настолько ослабла от голода, что вряд ли сможет работать. Да и Алеша оставить не на кого. Брать его с собой на производство никто не разрешит, а она не сможет каждый день ходить по занесенным снегом темным улицам два часа до завода и обратно. Остается лечь, обнять сына и уснуть вместе навсегда. Но хлеб, хлеб, сейчас ей нужно дойти до булочной на углу четырнадцатой линии. Она получит сто двадцать пять граммов на себя и сто двадцать пять на сына. Вместе это целых двести пятьдесят граммов. Можно часть пайка есть по крошечке, рассасывать медленно во рту, а часть развести горячим кипятком и посолить. Соль у них еще осталась. Получится аппетитная и сытная тюря, которой они станут есть ложкой. Нине даже показалось, что она чувствует аромат запаренного кипятком хлеба, и у нее закружилась голова. Пошатнувшись, она оперлась рукой о стену дома, постояла немного с закрытыми глазами, а когда открыла, увидела хвост очереди. Идти осталось совсем немного. Она встала в конце длинной и молчаливой вереницей людей за маленькой сгорбленной старушкой, плотно укутанной шерстяным платком по самые глаза. Впрочем, голод и неприходящий ужас старят людей за считанные недели. Невозможно, маленькая женщина впереди вовсе не старушка. И сгорбленность ее всего лишь последствия дистрофии. Но долго думать об этом Нина не могла. Очередь двигалась медленно, и она впала в полусонное забытье, в особый режим экономии энергии, когда от человека не требуется ни умственных, ни физических усилий, лишь терпение и умение ждать. Еще важно было не упасть. Такое иногда случалось. Упавшего всем миром поднимали, усаживали в сугроб, и чаще всего он там и оставался, не доживший до своих спасительных 125 граммов несколько минут, не переждавший двух-трех человек. Старушка впереди кашляла. Нина видела, как от надсадных вдохов входят ее узкие плечики под истанчившейся тканью пальто. Она слышала, как свистят ее легкие после того, как приступ отпускал. Равнодушно думала, что жить старушке осталось немного, что если это туберкулез, то ей не нужно бы отойти подальше, но тогда она потеряет свое место в очереди, поэтому она лишь плотнее прикрывала нос и рот варежкой, стараясь дышать не слишком глубоко. Да и морозный воздух и мышечная слабость не давали вдохнуть в полную силу. Все в этой очереди дышали поверхностно, тяжело и почти безжизненно. Прошел час не меньше, прежде чем Нина увидела, как хлеборезка положила на весы тоненький кусочек хлеба. У этой суровой женщины такой наметанный глаз, что она отрезает точь в точь, и не каждому достается крохотный довесок. А ведь все мечтают об этом самом довеске, как будто он не входит в эти жалкие 125 граммов, а выдается сверх того дополнительно. Этот довесок все сразу кладут в рот и посасывая его бредут домой. Но Нина никогда не съедала довесок сама. Она его прибавляла к Алешиному пайку. И получался у нее один большой кусок, а у сына большой и два маленьких. Это было его вечернее лакомство. Нина давала ему эти два довеска перед сном, роняла на черный липкий кусочек несколько крупинок соли и пихала в раскрытый клювик сына. Губы ребенка были обметно простудой, все в трещинах, соль попадала в ранки, Алеша морщился и терпел. А если получалось, даже улыбался в ответ, как-то неловко и кривовато. Хотелось ли Нине самой съесть эти кусочки? Всегда. Поэтому тряпочки для себя без довеска и для Алеши с двумя довесками. Тряпочки были одинаковые, но она всегда отлично знала, где хлеба больше, и рука тянулась именно туда. Поэтому дома она поскорее прятала два кусочка для Алеши в отдельную жестяную баночку с крышечкой, а другой хлеб делила поровну на день. Старушка тоже получила два пайка. Один целым куском и второй с довеском. Она стянула с руки прожженную варежку, схватила тонкими грязными пальцами крохотный хлебный квадратик и кинула его в рот. Потом с гроба стал оставшийся хлеб и тут же спрятала куда-то за пазуху. Хлеборезка протянула ей карточки. Их старушка тоже взяла грубо, почти выхватила из рук женщины и тоже стала прятать под пальто куда-то внутрь себя, словно там был Нина нетерпеливо шагнула к окошку, протянула хлеборезки карточки. Старушка взыркнула на нее и побрела прочь. Что-то знакомое было в этом недобром взгляде, но мысли Нины были заняты хлебом, а глаза внимательно следили за руками женщины, бережно кладущими на весы спасительные граммы. Она получила паек, поспешно спрятала его, прибрала карточки и двинулась к дому. Впереди медленно шла та же старушка, и хотя Нина видела только ее спину, по движениям угадывала, что она то и дело запускает руку за пазуху, отщипывает по крошке хлеб и ест его. Они обе свернули за угол и пошли по среднему проспекту. Нине отчего-то было очень неприятно смотреть след этой старой женщине. Она все чаще опускала глаза, тем более, что по нечищенному тротуару идти было непросто, а ведь важно не упасть. И тут она увидела на тропочке свернутые хлебные карточки. Молниеноса наклонилась, схватила их, спрятала в карман и застыла. Оглянулась в ужасе, не видел ли кто. Но людей на улице было немного, и каждый был занят собой. Нина взглянула вперед. Старушка исчезла, наверное, свернула в арку дома. Это были ее карточки. Никакого сомнения. Она так небрежно засунула их внутрь своего пальто и, видимо, таскаясь за пазухи хлеб, не заметила, как выронила. Догнать, отдать! Нина не двигалась. Ее задели, мимо прошел человек, а ведь старушка умрет без этих карточек, без хлеба. И тот второй человек, на которого она получала пайку, тоже умрет. Зато не умрет Алеша. Унины потемнело в глазах. Эти карточки их спасения. Если сложить свой чужой паек, это же целое полкило хлеба в день. Это долгая жизнь для нее и Алеши. Голова закружилась, Нина начала проваливаться куда-то, но ее подхватили, не дали упасть. Она слабо улыбнулась в ответ военному, который все еще поддерживая, участливо заглянул ей в глаза. Удостоверившись, что женщина пришла в себя, офицер козырнул и пошагал дальше. Нина подхватила из сугроба пригоршни снега, обтерла лицо и увереннее пошла к своему дому. Алеша все так же безучастно сидел на кровати, пальцы его бесчувственно сжимали плюшевую мишку. Нина откуда силы взялись, выхватила его из кока на одеял, принялась осыпать холодное личко сына поцелуями, сунула ему в ротик сразу оба довеска, растолкала буржуйку, отколола льда, кинула его в кружки, поставила оттаивать. И только когда напоила сына под соленым кипятком, когда напилась сама и на радостях съела сразу пол куска своего хлеба, Нина воровато достала из кармана пальто чужие карточки. Подошла к окну, развернула их. Она потом думала, что не надо было читать, молча протягивать на хлеборезке и получать положенные граммы. Впрочем, в свою булочную она, конечно, с этими карточками не пойдет. Внимательная дотошная хлеборезка обязательно спросит, почему Нина получает чужой хлеб. И она, конечно, оправдается тем, что ослабевшие соседи попросили сходить, и хлеборезка поверит. Надо ей вникать чьи-то беды. Но все равно мне не будет очень стыдно. или не будет. В карточке были вписаны имена Санина Евдокия Матвеевна и Санина Екатерина Сергеевна. Это были их соседи со второго этажа. И сагбенной старушкой это была Катя Санина. Она старше Нины лет на пять, не больше. Не зря подумалась в очереди о том, как голод старит и уродует человека. Не зря узнался тот брошенный в нее злой взгляд. Карточки нужно было вернуть. Господи, ну почему это была не просто какая-то случайная старуха? Ведь если умрет кто-то где-то незнакомый, это одно. Мало ли сейчас погибает людей. Но Санины, они не просто умрут. В их смерти будет виновата она, Нина. Но если умрет Алеша, виновата будет тоже она. Так она промучилась до ночи. Лежала на кровати рядом с сыном и молчала недвижно. Даже в бомбоубежище они не стали спускаться. А бомбили где-то рядом. Содрогались стены дома, кровать дрожала под ними. А ночью, когда Алеша уже уснул, Нина спустилась на второй этаж, долго стояла под дверью квартиры Саниных, прислушивалась. Вдруг их уже нет и карточки можно оставить себе. Но услышала надсадный кашель и сунула карточки в почтовый ящик. Нина открыла глаза и сразу поняла, что никуда не ходила. Это во сне она мучаясь раз за разом спускалась на второй этаж и возвращалась в спасительные карточки. То совала их в почтовый ящик, то отдавала лично в руки Кате, то Евдоке Матвевне, то проходила в квартиру Саниных, где было пусто, темно, гулял ветер и становилось понятно, что никого живого здесь нет, но Нина все равно клала карточки на стол и уходила. Сейчас, вернувшись в реальность, она поняла, что ни за что их не отдаст. Потому что мать Кати Евдоке Матвевна, конечно, уже умерла, лежит, окоченевшая в комнате за закрытой дверью, а сумасшедшая ее дочь получает и съедает двойную норму хлеба. Но Катя все равно не выживет, ее кашель, с таким не живут. Поэтому сейчас Нина встанет, возьмет свои и чужие карточки, пойдет сначала в свою булочную и получит полагающийся им с Алешей хлеб, а затем отправится на Малый проспект за хлебом Саниных и примет его от незнакомой хлеборезки не дрогнувшей рукой. Алеша должен жить. Отец Валерий положил на голову умирающий Петрахиль, в полголоса прочитал положенные молитвы, погасил свечи, убрал в портфель Библию, железный крест и другие необходимые для совершения обряда предметы, а потом, отведя Алексея Ивановича в сторону, что-то тихонько и наставительно ему говорил. Нина Петровна была уже в забытии, душа ее, стремящаяся отделиться от тела, еще удерживалась якорем тяжкого греха на печальной земле нашей. Но вот Нина Петровна встала, в одной сорочке прошла по темному коридору квартиры, протягивая впереди себя руки, толкнула входную дверь, вышла на лестничную клетку, крепко держась за деревянный поручень, медленно спустилась с пятого этажа на второй, подошла к квартире Саниных. В правой руке она держала хлебные карточки и уже хотела положить их в почтовый ящик и поскорее уйти, но тут услышала шаги. Обернулась и увидела, как с первого этажа поднимаются дочь и мать Санины. Они улыбались. Евдокия Матвеевна поздоровалась с Ниной, а та, немевшая, ничего не смогла сказать в ответ. Катя подошла к двери, увидела в руках соседки свои карточки, посмотрела ей прямо в глаза и четко сказала «Оставь себе, они вам нужнее». Нина Петровна судорожно вздохнула, всхлипнула. Дальше был свет, сплошной свет. Обнимаю вас душой и пусть хранит вас Господь Бог. дошлипс, его мать, ги, 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 ги.